Всем привет! Меня зовут Валерия, я живу в Кушадасе, работаю историческим гидом на Игейском побережье. И сегодня мы с вами находимся на одной из самых ярких экскурсий, которую все называют Памуккале. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот мы в провинции Айден. У нее столица Айден. Но сам центр называется Эфелер. На самом деле нет города Айден. Есть провинция Айден. И в центре несколько городов они уже так вот срослись в один большой Айден. То есть мы говорим там, вот я еду в Айден, имеем в виду мы едем в Эфелер на самом деле. Если вы ездили, например, на автобусе в Айден, то конечная остановка будет... Да, написано будет Айден, но вы едете в Эфелер. И точно так же Денизли. Это провинция со столицей Денизли. А Памуккале это район. И центр этого района, сам населенный пункт, тоже называется Памуккале. И холм, куда мы с вами поедем, вот этот белоснежный, да, с террасами, вот этими кальциями, с термальными водами. Сам холм тоже называется Памуккале. На холме никто не живет. На холме наверху находится античный город Иерополис. Вот. Но все это, вся эта зона называется Памуккале. И в принципе это район провинции Денизли. То есть если вот так вот прям уж мы будем точны в терминологии, так скажем. Мы приехали в Памуккале. Здесь находится главный вход в город Иерополис. Касса. Вход стоит 400 лир. Обычный билет. Дети до 8 лет бесплатно. Музейная карта 160 лир. Ее можно оформить прямо здесь, если у вас есть лифтозрительство или гражданство турецкое. Все, пойдем. Мы с вами прошли через Византийские ворота. Это Византийская стена, 5 век нашей эры. Здесь очень хорошо видно, если вы посмотрите, насколько еще археологам нужно вниз спуститься. Потому что мы у самого верха ворот. Самый верх арки, да, вот этой проходим. На самом деле там еще несколько метров вниз. И вот здесь вот у меня за спиной 5 колонн. Это гимназии. Это место, где занимались римляне спортом, науками. Гимназиум вообще переводится слово как место обнаженных. Слово джим в английском, спортивный зал, оно происходит от названия джимназиум. Как раз из древнегреческого все это идет. Ну а отсюда мы отправляемся сейчас по горам, по долам в театр, который в то сфере. Так, мы поднялись с вами в театр. В театр города Иерополис вместимых 10 тысяч человек. Это не самый большой театр, но один из лучше всего сохранившихся театров здесь на территории современной Турции. Здание скены с колоннами и две зоны с рядами сидений. Можно спуститься вниз. Здесь самые красивые виды открываются на сам город Иерополис и вообще на долину впереди, на город далеке. Плюс к тому же здесь иногда и этом проходят концерты классической музыки. В Иерополисе на одной из самых высоких точек находится мартири апостола Филиппа. Это третий апостол Иисуса Христа, который был казнен здесь в Иерополисе и это место его первоначального захоронения. Но затем мощь перенесли в Константинополь, после этого в Рим. Сейчас он в Риме, но это все равно место паломничества для многих христиан. Похоже на Достоевского у нас в библиотеке Ленина. Но это Аид или Плутон. Аид это в Греции, Плутон это в Риме. Бог за огромного мира, поэтому это место называется Плутонио. Место Плутона. Здесь, собственно, находится вход вот в эту пещеру, где выделяется, до сих пор выделяется ядовитый газ. Поэтому аккуратно, пожалуйста, здесь не прыгайте вниз. Здесь открыли в прошлом году, в 2022 году, в июле, как раз вот эту смотровую площадку. Конечно, эта статуя это новодел. И, собственно, колонны, большая часть, это новодел. Но здесь проведена реконструкция того, как выглядел вход вот в эту пещеру в центре Аполлона. Собственно, здесь был Оракул. Мы с вами находимся у Оракула, бога Аполлона, Плутоним. Вот статуя самого Плутона или Аида. Здесь собирались жрецы, проводили какие-то жертвоприношения, какие-то ритуалы. И заходили в пещеру. В пещере у них были спрятаны ходули. Поэтому они выходили из пещеры невредимыми. Внутри пещеры выделяется ЦО, ядовитый газ, который вызывает отравление, удушение. И люди умирают, если они просто заходят в пещеру и не возятся ходули. А жрецы умели вот так вот зайти и выйти из пещеры. Поэтому все думали, что они обладают какими-то магическими способностями. Музей города Ярополиса организован внутри римских бань. То есть внутри комплекса терм. Два зала. Мы с вами сейчас зайдем. Он небольшой, но сюда принесли археологи все самое интересное из некрополя. Поэтому считайте, что мы сейчас с вами по некрополю погуляем, все самое интересное увидим. До сих пор Турция экспортирует очень много мрамора. Так что весь мрамор местный, ниоткуда его не нужно было везти. И саркофаги просто поражают своей детальностью, своей техникой исполнения. Просто насладитесь здесь каких-то вот таких мифологических историй, наверное, я вам не расскажу. Но интересно именно посмотреть, как оформляли богатые люди свое захоронение. Заранее заказывали, конечно, саркофаги. Если вот на крышке саркофага кто-то лежит, вот здесь вот, например, можете посмотреть. Скорее всего, здесь супружеская чета внутри была похоронена. Малых находок, так называемых. То есть все, что в аэрополисе было найдено стоящего, небольшого формата, принесли сюда в этот зал. Керамика, стекло, металлы, монеты. Интересно посмотреть на какую-то бытовую такую сторону жизни, античных жителей. Керамика, стекло, металлы, монеты. Мы с вами сейчас находимся у самой популярной, самой интересной точки нашей экскурсии. У меня за спиной бассейн Клеопатры. Это природный бассейн. Внутри он заполнен термальной водой. Температура 37-38 градусов. Поэтому он очень расслабляет. Вода богата солями кальция и очень многими другими минералами. Она питьевая. Здесь есть колонка, где можно набрать эту воду и взять ее с собой, даже отвезти к себе домой. Ну а сейчас мы с вами отправимся к травертинам. Травертины это кто-то называет их бассейны, кто-то называет их баночки. Это самые известные виды холма по Макале. Белоснежные террасы, наполненные термальной водой голубого цвета с глиной внизу, по которым все очень любят гулять. То, ради чего люди едут изо всех концов Турции в по Макале, это травертины. Их еще называют баночки, бассейны, каскады и так далее. Голубая вода, кальциевые белоснежные отложения на склоне холма и целебная глина внизу каждой из этих баночек. Редактор субтитров А.Семкин Что касается температуры, сейчас температура воздуха 22 градуса, в ванночках температура разнится. Сверху теплее, чем дальше вниз, тем она будет холоднее. Но наверху примерно 35-40 градусов, это термальная вода из самих источников, и она остывает, спускает вниз по склоне холма. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова